Здравствуйте, наши уважаемые подкаст-слушатели. Вновь с вами Андрей Бархатов, Марк Сандемирский. Я не говорю вам сегодня «добрый день», потому что мы записываем 18 ноября, как раз буквально через несколько часов после большой-большой аварии, которая прошла в Казани. Мы собрались писать на другую тему. Может быть, мы даже и запишем, если останется время. Но вдруг тут Марк Евгеньевич предложил тему, которую я подумал, даже не знаю, что у нас такое получится. Ну вот, собственно говоря, будем пытаться. Что получится, то получится. И может быть, если будет какой-то легкий сумбур, приносим вам свои извинения. А самое главное, для начала, прежде чем приступить к обсуждению темы, хотелось бы наше соболезнование высказать. Я понимаю, что наше соболезнование тем, кто утратил своих родственников, друзей, близких, как-то, наверное, мало помогут. Но тем не менее, тем не менее, может быть, по крайней мере, может, это я говорю даже для себя. Каким-то образом успокаивая себя самого, что ли. Я хочу высказать именно свои искренние соболезнования. И я не знаю, чтобы не превратилось это всё в какое-то ханжество, в какое-то, не знаю, там, оптичевание. Это просто ровно так. Потому что мне, наверное, не передать то, что находится внутри некие-то чувства, которые я, наверное, не смогу прямо сейчас вот так вот взять и собрать в единую кучку, чтобы сказать. Потому что, может быть, это превратится в некий пафос. Сможет превратиться просто слова. Поэтому просто высказываю свои соболезнования. И передаю вот уже слово и всё остальное Марк Евгеньевичу. Я присоединяюсь, Андрей, к соболезнованиям. Во-первых, родным и близким этих пяти и десяти человек, которые находились на борту Боинга 737, рухнувшего в Казани, совсем немного не дотянувшего до посадочной полосы. С другой стороны, я хочу обратиться к нашим слушателям и предложить даже не минуту, а десять секунд молчания в память об ушедших трагические жизни. Эти десять секунд, чтобы мы были вместе с вами и молчали, думая о том, что произошло, Конечно, это своего рода уважение к погибшим людям. Но для нас-то с вами этот печальный повод поговорить не только о данной ситуации, об этой катастрофе, но и на примере случившегося, о том, что для многих людей в России особенно имеет значение, это вообще наше отношение к тому, что происходит в небе, о том, как люди относятся к полётам, что мешает людям летать, много есть причин. Я понимаю, не о технических вопросах речь идет, да? То есть не о самолётах, не о каких-то других? О самых разных? И о психологических, и о технических. Дело в том, что для меня эта тема, она профессионально близка, мне много доводилось работать с людьми, страдающими аэрофобией, страхом полётов. И теми, для которых этот страх не случайен, они побывали в каких-то переделках, и память об этом не могла уйти. И, с другой стороны, может быть, для слушателей это немножечко неожиданно прозвучит, но я работал в медицинском отделе, такого конструкторского бюро, которое находилось в авиационном институте. Занимался разработкой медицинской аппаратуры и некоторых полезных вещей для обеспечения полётов самолётов. И работа тех людей, которые поднимают самолёты в воздух и общаются с пассажирами. До сих пор я много общаюсь и работаю. Бывает, что с пилотами самолётов. Для них бывают необходимы разного рода способы снятия профессионального напряжения, стресса. Сбор проводницами, у которых тоже весьма напряжённая работа. И много проблем в этой области имеется, в нашей особенно стране. Так вот, первое, о чём надо сказать, это всегда так устроена. Любая авиационная катастрофа, она затрагивает не только тех людей, кто непосредственно там пострадал, не только их родных и близких. Она имеет очень широкий общественный резонанс. Ибо сразу же, сотни тысяч, миллионы людей начинают задумываться и примерять происшедшее на себя. А ну как, если бы это было со мной или с моими знакомыми, все же мы летаем время от времени. Ну, в Казанском-то случае это даже особый резонанс получился. Потому что буквально тут же появились люди, которые, во-первых, прилетели этим же рейсом сюда, в Москву. Начали выкладываться небольшие посты, где люди говорили, что вот он уже дребезжал, там ещё что-то было. Много было, ну это можно найти в интернете достаточно. Причём человек в подтверждении выкладывает скан билета. Таких было двое. Было сообщение одной девушки, которая должна была лететь именно этим рейсом в Казань, но по какой-то причине отложила на неделю. И она сейчас говорит, ой, сейчас, говорит, поеду только поездом. Ну тут, конечно, тоже ремарка такая, как можно поездом ехать, может быть, он сильно безопаснее, как будто у нас мало проблем с поездами. Тут ведь как, на самом деле, посмотреть, самолётами летать опасно, потому что они падают. Поездами летать опасно, потому что исходят с рельсов там. И вообще у нас поезда очень изношенные. Автомобилями ездить опять же опасно, сплошная авария. Даже из дома выходить опасно. Упадет что-нибудь на голову. В том-то и вся загвоздка. Здесь имеется психологическая ловушка. Реально принято считать, что где-то процентов 10 тех людей, которые летают самолётами, испытывают жуткий страх полёта и всячески героическими усилиями пытаются его преодолевать. Сколько людей не в силах преодолеть страх полётов и потому садятся на поезд или изыскают ещё какие-то способы добраться из пункта А в пункт Б, точному подсчёту не поддаётся. И везде играет роль одна и та же иллюзия, по сути. Большинству людей кажется, что самолёт в воздухе это ненадёжно. Конечно, наши слушатели сразу вспоминают нашумевший ролик на Ютьюбе, где стюардесса пытается объяснять пассажирам. Мол, никто не знает, как эта штуковина летает, это такая магия, и разводят руками. Нам это кажется, поскольку пребывание в отрыве от земли для органчика неестественно, мы не рождены для того, чтобы по воздуху летать, а киптицы, и у нас есть врождённый страх высоты, который нас призван защищать от неосторожных поступков. Нам кажется, что поезд, автомобиль, может быть пароход, да, это куда как безопаснее. Да, совершенно верно. Реальность-то, она противоположна. Даже в нашей стране статистика, реальная статистика, количество жертв, даже на транспортных происшествий и ЖД-катастрофы, они тоже случаются. Конечно, гораздо больше, во много раз, чем... Это и было поводом многих циников, которые... Ведь вчера народ поделился буквально даже не на две, а на три части. Одни начали соболезновать, и всевозможно, там как-то вот, ну, кто мог чем помочь, там есть люди, которые были на машинах в Казани, предлагают везти это, есть люди, которые просто пытались как-то информационно помочь в Москве. Другая часть людей сожалела о том, что не было КВН-а. Вот. Эти... Первая часть била вторую часть. Вторая часть защищалась, и тут еще вдруг внезапно появился небольшой процент людей, которые говорят, а что вы не говорите там о голодах, сегодня умерло от голода столько-то людей. Вот, кстати, вот в ЖЖ это обсуждалось очень горно, там, и в Фейсбуке. Вот. О том, что там ежедневно на дорогах гибнет, там, еще чего-то там от болезни, от голода, а типа вот сейчас 50... И волшебную фразу говорили, всего 50 человек, да. А тут ежедневно там тысячи, мол, там, от мора, там, еще чего-то. Это вот, как бы, тоже вот эта тема же получается. Проблема в том, что всего 50 человек, но жизнь каждого человека бесценна. А с другой стороны, для каждого человека есть один, чья жизнь абсолютно цены не имеет, это он сам. И при этом заранее мы знаем наверняка, что и эта жизнь, несомненно, в некоторый момент закончится. И оказывается, что если поддаваться паническим страхам и иллюзиям, и вот этим психологическим ловушкам, вместо самолета выбирая поезд или автомобиль, так это же мы больше рискуем своей собственной, единственной жизнью. В конечном счете. И сразу надо сказать, для тех слушателей, для кого, быть может, проблема полетов существует из-за необоснованных страхов. Необоснованных? Конечно же. В конечном счете необоснованных. Мы скажем о некой разумной части размышлений, это на десерт. А по большей части, все-таки, конечно, страхи преувеличены. На машине любой ехать, оно гораздо рискованнее, чем садиться в самолет. Главное ведь, что является причиной этих переживаний, это внутреннее проживание беспомощности. Когда ты сидишь в самолете, ты ведь сидишь не за штурвалом, и ничего не можешь делать сам. Ничего не можешь контролировать от себя. Ничего не зависит. Вот что порождает внутреннее такое ощущение, как бы детской беспомощности. Отсюда страх. То есть, что многие люди не просто не могут ничего делать, они еще и не совсем понимают все механизмы, как это оно действует. И незнание всегда же дополнительные страхи порождает. Самое главное, что они сами ничего не могут сделать. Кстати, я хотел бы сюда ремарочку еще вставить. Я вчера много эту тему читал. Я сегодня почти буквально полночи читал. Все возможные темы сперва эти обсуждения. А потом стали более глубоко. Я посмотрел. На самом деле, как бы считается, что у нас чаще падают самолеты, хуже самолеты, чем, предположим, в Америке. Но, как показало то, что я вчера читал, в Америке падают самолеты довольно-таки тоже часто. И очень многие люди в Америке страшно суеверны. Предположим, люди, очень многие, это было просто, я посмотрел, не один, не два, а довольно-таки много записей таких людей, которые, предположим, семья, у них есть двое детей, они никогда не путешествуют парой. То есть, муж с женой стараются, мы, говорит, стараемся не путешествовать парой. Это не то, что все повально, но очень многие написали, что хотя бы один должен, собственно говоря, остаться. Вот такое вот интересное вещь. Огромное количество предрассудков управляет поведением людей на самом деле. И, чтобы не говорить все время о мрачном, но сказать об этой очень важной жизни, реальной проблеме, немножко вот так лирично, я хочу напомнить слушателям всего-навсего песенку такую безобидную, такой вот эстрадный шлягер. Не помню, какая певица исполняет, довольно высокий такой женский голос, льтовый. Вот она поет о том, как она хочет попасть в Прованс, и там примерно такие слова в этой песенке. «Я буду в самолете и думать о пилоте, чтобы он хорошо взлетел и очень прекрасно сел». Иными словами, героиня песенки, в том-то и дело, очень четко все так, сидя в пассажирском кресле, она пытается мысленно контролировать пилота, ну, видимо, как своего друга или мужа, да, и любовников, пытается контролировать в реальной жизни. Это благодаря ее мысленному контролю он будет взлетать и садиться. По-моему, это мантра, самая натуральная. Она просто программирует таким образом, вот как-то, что я думаю о пилоте. И себя этим успокаивает. Но когда она думает о пилоте, она пытается якобы быть причастной к тому, что в самолете происходит. Ну, так и происходит. Она же начинает думать о пилоте, положительно настраивать, выделять положительную энергию. Если много людей будет выделять положительную энергию, пилоту это поможет. Как в кинофильме, да, по произведениям наших фантастов, самое главное, и решение проблемы, оно парадоксальное. Сев в самолет не думать. Не о пилоте, не о самолете. Если он взлетел, то на некоторое время забыть обо всем и, наконец, начать думать об авиации только после посадки. Чудесно. Марк Евгеньевич выступает прямо как такой советский психолог. То есть, давайте, ну, как не думать? Вот человек боится, он со страшной силы боится вообще войти в этот самолет. Он себя пересиливает как-то, он туда попадает в самолет. И от этого выходит, он говорит, давайте не будем думать. Как? Правильно. Ну, для этого надо научиться не думать. То есть, надо управлять собой, то есть, научиться, да? Давайте сейчас массово научим народ управлять полностью своей психикой так, что мы сможем себе позволять не горячиться, не высказывать всякие там необдуманные фразы, думать о том, о чем надо думать. И не думать о том, о чем не надо. Это, конечно, Это идеализм. Это, конечно, большая, великая, идеальная, сверкающая, где-то в отдаленной перспективе цель, которой, конечно, робкими шагами общество движется, может быть, когда-нибудь к концу 21-го и когда берется. Но когда речь идет о конкретной проблеме, достаточно практичной, и жизнь заставляет людей летать, некоторых, она просто заставляет, решение проблемы именно в том, чтобы научиться не думать о некоторых неприятных вещах, поняв, что думать об этом бесполезно, и более того, именно эти мысли и создают проблему. О! Есть великая фраза «Зачем я должен думать о том, на что я не могу влиять?» Именно так. Совершенно верно. Но это, когда мы говорим о проблемах страха перед полетами, а ведь, вообще говоря, есть еще две очень важных вещи. С одной стороны, все, что происходит в нашем обществе, связанные с полетами, связанные с авиацией. В некотором смысле, мы ведь живем в каком-то авиационном, не 21-м, 20-м веке. Это не будет никаким открытием для слушателей. Наша российская авиационная промышленность, которая когда-то была очень хорошей, классной, к сожалению, ее деградировало. Я говорю об этом с горечью, но надо признать, это факт. Но, тем не менее, покупают, у нас покупают. И МИДИ, и СУ, и много что еще. Оборонка кое-что еще делает, а вот гражданская авиация, выпуск самолетов для пазырских перевозок, все это, к сожалению, в упадке. И огромная проблема в том, что у нас не развивается на самом деле так называемая малая авиация. В других странах, и в Америке, и на Западе довольно много людей пользуются маленькими личными или частными самолетиками. Оказывается, что это может быть даже более безопасным, чем большие рейсы Боингов. Я когда-то летал с небольшими группами людей, которые панически самолетовы боятся. У нас был такой пилот, у него был самолетик чешского производства, там помещалось 10 человек. Большой. Все равно относится к так называемому. Видимо, он был прирожденный камикадзе, но ему никак не удавалось реализовать свою мечту. Когда мы загружались, он начинал выделывать всякие фокусы в воздухе, для которых самолет был неприспособлен, конструкция буквально скрипела, дышала наладом. У меня половина седых волос с тех времен, когда все продолжалось. Люди проживали реальный страх, иногда это было на грани действительно самого такого, экстремального, но после этого переставали бояться уже. Тут бывает тоже о двух концах палка. Кому-то нужно как раз пережить этот страх, чтобы просто с ним попрощаться, а кто-то наоборот может напугаться окончательно. Если хорошенько качественно напугаться, то потом уже надоедает бояться этого дела вообще. Было много людей, которые с громким криком «Остановите, я выйду!» пытались открыть люк, но он изнутри не открывается на 84 километра. Еще много чего там было такого. Но это застало меня немножечко соприкоснуться, углубиться с этим проблемой малой авиации. Оказалось, что в России просто нет закона до сих пор, который бы разрешал людям летать на маленьких самолетах. То есть иметь самолет можно, хочешь купить, пожалуйста, современный маленький самолетик двухместный, он стоит как средний иномарк всего-навсего. Чуть дороже наших «Жигулей». Но это только воевоклубе потом будешь развлекаться, да? Да, но самолетик можно иметь, пользоваться им нельзя, нельзя пересекать воздушное пространство России, нет такого запрещенного всякого рода инструкциями и так далее, можно летать только над собственно аэродромом, где такие самолетские, да, и очень небольшое отклонение вокруг. И это вообще говоря нелепо, смешно, малые современные самолеты, они достаточно безопасны, хотя за штурвалом находится непрофессионал, это понятно, но у него есть парашют, у него есть не личный парашют, парашют есть у самолета, если что-то нажал кнопочку, парашютик отстреливается, самолетик на парашюте медленно опускается, как это вам тут многие просто возразят, скажут, у нас люди толком на автомобиле не могут научиться ездить, у нас люди, скажем так, покупают права, не знают права дорожного движения, не знают абсолютно как припарковаться, у нас половина людей это блондинки мужского и женского рода, у нас люди пишут себе умышленно, добровольно, на задних стеклах, вот недавно у меня волшебная фотография написана, не бибикайте и так страшно, а не сигнальте и так страшно, рисуют себе обезьяну с гранатой и так далее, то есть вы хотите этих людей, так я уничижительно специально говорю, еще посадить за штурвал самолета с парашютиком, и пускай летают на здоровье, а вот так, то есть это еще безопаснее, чем на дорогах, меньше гибнуть будут, меньше падать будут на чужие дома сверху, и может быть, это окажется безопаснее, чем когда они за рулем на наших дорогах, законченный оптимист. Ну, нет, есть еще куда расти в плане оптимизма, еще не закончен, только в процессе, но, когда мы говорим о том, что реально плохо пассажирской авиации, опять же, совершенно очевидная вещь для слушателей, реально плохо то, что мы вынуждены пользоваться заморским летающим секонд-хендом. Ну да, вот как этот последний самолет, который у нас шестая или седьмая страна уже у нас была. в Казани-то когда-то? Да, и который отлетал 23 года. И надо сказать, что с этими Боингами 737, которые считаются очень надежными самолетами, с годами-то все больше проблем. Они очень надежные, пока они достаточно молоды. Когда они стали авиационными стариками и летающими рухлядами, простите меня, вот тут и как раз в разы возрастает риск. И если самолет очень долго служил, вот тогда кривая риска начинает резко ползти вверх. И тогда возникает следующая ситуация. Опять же, думаю, многие сталкивались с этим не понаслышке на собственном опыте. На сегодня у нас в России все конторы, которые летают, пассажиров перевозят, я думаю, можно условно разделить на две категории. Первое, это большие компании. Не будем перечислять, мы же их не рекламируем, но это понятно. Жалко, может, они бы нам что-нибудь, ну ладно. Так надо было заранее договариваться. Я думаю, нет смысла их перечислять, но максимум десятка наберется даже, пожалуй, поменьше. Да, поменьше. Больших, да. У них парк машин летающих поприличнее, и служба более строго поставлена, по техобслужению, это же огромное дело, на самом деле, сложнее не просто построить самолет, а вот поддерживать его в летающем состоянии. А с другой стороны есть много, тут уже по пальцам не пересчитаешь, более мелких, региональных авиакомпаний. Разбившийся самолет принадлежал компании Татарстан. Во многих крупных городах есть своя региональная авиакомпания. Опять же, не будем перечислять, чтобы это уже антирекламу не посчитать. В данном случае про эту компанию как раз и вчера, как бы может не обидно было другим, я вчера смотрел Live News, потому что там обнесла актуальная информация, у них у самых первых начала, и там как раз они в самом начале задавали вопрос одному эксперту по поводу компании, который принесил самолет, и честно говоря, особых нареканий по поводу компании эксперты не высказали. В том-то все и дело, эксперты не будут второсортные, у них самолеты более поддержанные, и самолетов у них меньше. Если что-то случилось, они не могут выставить замену. Большой этой компании, если что, отогнали его на стоянку, пригнали другой самолет, и он совершил рейс, чтобы не было скандала, еще задержка пассажира. А тут волей-неволей замены нет, все равно приходится лететь на честном слове, на одном крыле, на дряхлома туре. И у меня нет статистики официальной, по поводу того, насколько аварийность в этих региональных второсортных авиакомпаниях выше. Но это просто бросается в глаза, это заметно. По самим самолетам и по уровню сервиса, и все остальное, с чем люди сталкиваются в своей жизни, и простая рекомендация для того, чтобы, опять же, и меньше бояться, и реально уменьшить риск, летать крупными компаниями, не мелкими локальными авиаперевозчиками. То, что называется неэкономить, да. Это, опять же, мы сюда попадают и лоукостеры, которые на всем лоукостеры, российские лоукостеры, опять же, да, потому что есть одна компания, которая сейчас почила в базе, я раза четыре летал их самолетами, зарекся просто летать, не потому, что упадет, просто катастрофически это было дискомфортно, и экономия на самом деле была очень надуманной. А если посчитать затраты времени, потому что это очень часто срыв времени вылета, что они стараются удешевить на этих аэродромных расходах. и отмены. Совершенно верно, задержки и отмены, их обслуживают в вторую очередь, и потери времени с этим так называемым сервисом, они превышают эту условную экономику. То есть лоукост в России не наша история? Я думаю, что российский лоукост это как раз такая ситуация, когда экономия выходит боком. Но вот сейчас и Аэрофлот пытается свой лоукост создать, насколько я знаю, никак не могут даже Аэрофлот найти себе аэропорт привязки, где они бы посмотрим, что у них получится. Но и справедливости ради надо еще вот о чем сказать, поскольку любая такая беда, человеческая трагедия, она, конечно же, возбудоражила, всколыхнула общественное мнение, и люди вместо логики, они переключаются на эмоциональное реагирование. И вот тут всплывают разного рода слухи. Мы неоднократно обсуждали тему слухов. В интернете мы наглядно видим, как эти слухи распространяются, интернет для них питательная среда, и это то же самое, что вирусное распространение информации. Просто традиционная схема ОБС, одна бабушка сказала, у нас в соцсетях, вообще в Ронете заменяется формулой, один френд в интернете сказал. неприлично звучит. Почему же? Там было ОБС, а тут офис. Я говорю, неприлично звучит. Да, легко запомнить. И сразу же всплывают разного рода конспирологические версии. Ведь случилось так, что среди людей, находившихся на злополучном борту, был и сын президента Татарстана, да, и начальник местного ФСБ, вот это как раз вызвало основное количество слухов и выстраивается длинная цепочка авиакатастроф, которые унесли жизни разного рода знаковых людей, да, ВИПов. 2000-й год, это Артем Боровик, известный журналист, и летел-то он с олигархом тогдашним нефтяным, чеченского происхождения, да, он-то летел случайно, да, и что любопытно, даже характер вот этой вот катастрофы, там-то был Як-40, и он рухнул на взлете, вот некоторое сходство есть, и там, и там, самолет внезапно падает с высоты нескольких десятков метров. А в тебе еще, по всем прочим, хороший инфоповод, может, люди, которые были в вокзале, они заявили, что слышали два хлопка перед посадкой, хороший такой повод для размышлений. Все может быть. Сюда же относится печальная история с генералом Трошевым, который когда-то командовал российскими войсками на Кавказе и разного рода версиями о том, что эхом тех событий и стала авиакатастрофа, но находясь на борту пассажирского самолета, вместе с ним эта катастрофа унесла жизнь нескольких десятков людей. Тем не менее, версии такие возникают регулярно, и я даже вспоминаю другую печальную историю, произошла она также довольно-таки давно, когда самолет одной из региональных авиакомпаний, это были башкевские авиалинии, разбился над территорией Германии, над Будунским озером, столкнувшись с другим бортом в воздухе. Все, кто находился на борту самолета, погибли. Огромным несчастьем все пассажиры, почти поголовные, это были дети, которых везли на отдых. Это рубеж? Так те слухи и те конспирологические версии, которые циркулируют среди населения, что меня поражало, мне приходилось работать с родственниками погибших, их успокаивать, им оказывать помощь, что особенно было для них болезненно, что те слухи, которые имели хождение в народе, были несочувственными, несострадательными, а наоборот, злорадствующими. Да, ладно. Именно так. Ну, слава Богу, наверное, сказать, можно и вперед, потому что вчера злорадствующих, ну, я практически не замечал, были циничные, были вот эти вот странные сожаления по поводу отмены КВН, это бог с ним, вот, но вот так, чтобы кто-то злорадствовал. Пусть наши слушатели посмотрят в рунете. Каждый раз, когда трагедия захватывает каких-то значимых фигур, значимых персон, обязательно оживляется и злорадствующая часть аудитории, доброжелатели в кавычках. Но вчера, скорее, не злорадствующая часть, вчера люди удивлялись, почему такие вип-персоны, как генерал и управляющий всего ФСБ Татарстана, как сын первого лица, летят, напуская бизнес-классом, но обычным рейсовым самолетом, как-то, я считаю, это непривычным, это было вчера в одной из основных тем обсуждений. Быть может, для нашей страны это не совсем понятно для большинства людей, но это как раз и есть одно из следствий того, что мы говорили, малая-то авиация в нашей стране с ее огромными территориями и для нее дороги известно представляют большую проблему, малая авиация у нас не развита. И поэтому большая часть людей, которые могли бы в силу своей занятости или своего положения в обществе летать иными бортами малой авиации, они летают вместе со всеми. А может, это и хорошо, они чувствуют себя единым целым с народом и это наоборот критерий может быть качества тех компаний и рейсов, которыми не летают? Я думаю, лично я думаю, что это неплохо. К сожалению, однако, оказывается, что это ничего само по себе не гарантирует, поскольку тема эта своей практической, прозаической, чуть ли не повседневной части задрагивает. Многих я хочу к нашим слушателям обратиться традиционно с вопросом, а как в их жизни фигурирует авиация, сталкиваются ли они с проблемами, выступая в роли пассажиров, куда-то летая, хотят ли они поделиться каким-то негативным особенно опытом таких полетов или дать совет другим слушателям о том, как летать правильно. А у самого-то есть ли такие ответы? У меня с одной стороны есть, с другой стороны хочется послушать, что люди скажут. Да, это, собственно говоря, я даже сейчас перебираю в голове все то, что мы сказали, честно говоря, вообще не понимаю, что мы сказали, у нас какой-то действительно получился именно сомбоз, как я предполагал, нет какого-то единого рецепта, нет какого-то единого резюме, может быть, из всего того, что мы тут наговорили. Для меня предположим, остается точно так же загадка, как людям летать безопасно, что им делать, потому что на самом деле, ну, может быть, не половина, но огромная часть самолетов изношены, поездами ездить все так же страшно, там вообще, по-моему, 80% фонда изношено, на многих поездах, просто даже не то, что заходить туда страшно, кого-то встретить, вокзалы с нами изношены, аэропорты далеко не все такие прекрасные, как в Москве, и, собственно говоря, все-все-все такое изношено, жилищный фонд у нас изношенный, дома у нас рушатся, газы у нас взрываются и так далее. Господи, как страшно жить, это я без шутки говорю, без тени иронии. Жить в нашей стране непросто, порой это не просто жить, а в прямом смысле слова выживать, но в том-то и все дело, что бояться этого бесполезно, ибо это не помогает выживать, а только мешает, особенно в тех ситуациях, когда мы не можем изменить, А мы точно ничего не можем изменить, ну вот совсем ничего. Кое-что можем, но о том, как отличить то, что мы можем изменить, и это надо делать, от того, что изменить мы никак не в силах, остается только успокоиться и принять это как есть, об этом мы расскажем в следующих выпусках подкастов. Да, 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 есть как в том самом анекдоте, ну все, хуже уже не будет, 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 я все понял, я все понял, и собственно говоря, на этом мы заканчиваем, я наверное еще раз выскажу свои соболезнования, я думаю, что Марк Евгеньевич да, присоединяюсь к этим соболезнованиям, и на этом мы заканчиваем сегодняшний вот такой спонтанный, странный выпуск, я вот сейчас вот думаю, во время записи он, наверное, у нас пойдет без фоновой подложки, такой вот немножко, немножко траурный, мы старались не особенно веселиться, потому что ничего веселого нет, хотя темы, темы, наверное, их нужно было и раньше поднимать, но вот такой вот информационный уж, извините, повод. Всего вам доброго, и летайте спокойно, я думаю, что, ну куда нам деваться, все равно будем летать. Обязательно будем летать. Паткас Интернатура 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 Интернатura послужили паткас Интернатура. Интернатура Интернатура